У НАТО также было во втором десятилетии XX века, XXI века, только одно расширение. И в результате этого расширения в состав НАТО вступила такая великая страна, как Черногория. Значит, соответственно, это тоже напрямую связано с тем, что, в принципе, особенно на территории Европы, североатлантическое военное сообщество скорее достигло своих естественных границ. В настоящий момент кандидатами наступления в НАТО преимущественно нарастаются также страны Западных Балкан, как это принято называть в Евросоюзе, и в определенной степени рассматриваются Грузия, Азербайджан, Украина и Молдовия. Соответственно, остальные государства Европы либо исторически нейтральны, в том числе по международным договорам, как Швеция, Финляндия, Австрия и Швейцария, вернее, исторически нейтральны, как Швеция и Швейцария, связаны определенными международными договорами, как Финляндия и Австрия, скажем так. Значит, а некоторые страны свое военное сотрудничество строят в рамках военной силы, сформированной вокруг Российской Федерации. То есть, в данной ситуации это Армения, Белоруссия и Россия. Значит, кроме того, разве... Но, однако же, развитие НАТО продолжается путем различных межблоковых и международных соглашений. Вот там, вверху, карта, которая наползает на Европейскую. Вот. То есть, все, что там покрашено каким-либо цветом, это те страны, которые в той или иной степени находятся в каких-то блоковых либо консультационных отношениях со странами НАТО. Оранжевым цветом покрашена, в том числе, и Россия, это Совет Россия-НАТО и другие варианты сотрудничества, связанные с постоянным представительством России в Бюсселе и в Швейцарии. Значит, с зеленым это основной союзник США вне НАТО, с красным это Средиземноморское сотрудничество, ну там еще отдельное соглашение из-за персидского завета. Но дело в том, что они не по-настоящему напрямую управляются Соединенными Штатами. Соединенные Штаты даже, если подписываются соглашения, касающиеся основного союзника США вне НАТО, в любом случае согласуются с Североатлантическим военным альянсом, где влияние стран Евросоюза и Турции крайне велико. Это тоже не нужно забывать, особенно политическое, не военное. Вот, значит, вот что собой представляет основной союзник США вне НАТО. Я напомню, что с 90-х годов это формат, который пришел на смену региональным военно-политическим блокам, большинство из которых распалось во времена разрядки в 70-е годы, а Сеата, Сента и так далее. Остался Пакт Рио, который объединяет значительную часть стран Латинской Америки, но он в основном консультационный. Есть блок Анзюз, куда входят Соединенные Штаты Австралии и Новая Силандия, который реальный военный блок. Однако, ну, собственно, в общем, чего его рисовать, когда нужно показать страны, с которыми есть двухсторонние соглашения. Каждый из этих соглашений, значит, согласуется в той или иной степени с НАТО. Непосредственно в этом десятилетии основными союзниками США вне НАТО стали Афганистан, Тунис и Бразилия. Вот, это те страны, которые являются официальными союзниками Соединенных Штатов. В случае военного конфликта любой из этих сторон, Соединенные Штаты, безусловно, вмешаются в конфликт на стороне этого государства. Вот, обращу внимание, что, собственно, Бразилия – это не только крупнейшая страна Латинской Америки, но и один из крупнейших в мире производителей экспортеров вооружений. Вот, и Израиль, Иордан и Египет на Ближнем Востоке – это гаранты безопасности Советского канала. А, соответственно, Кувейт и Бахрейн в Персидском заливе – это гаранты нормальной системы взаимоотношения в районах нефтедобычи. Значит, однако, также напомню, что больше половины, ну, практически половина американских военных, находящихся за рубежом, расположены на территории Южной Кореи и Японии. То есть, это крупные группировки на территории Южной Кореи, почти 50 тысяч американских солдат из армии США, морского флота, морской пехоты, береговой обороны находятся. Это крупнейшая американская группировка за пределами Соединенных Штатов, но про ней очень мало говорят, потому что, собственно, привлекать внимание к региону, в котором на одном маленьком подострове находятся 2 миллиона вооруженных людей, не всем хочется. Значит, Европа в 2010-е годы стала еще менее стабильной, чем в предыдущей. Более того, произошли очень серьезные конфликты, в первую очередь, связанные с Украиной. Я напомню, что в октябре 2013-го года начинается знаменитый Евромайдан, который в феврале 2014-го заканчивается сменой власти. Это не первая смена власти революционным путем на Украине. Мы помним, что такого было два, а если трактовать еще одним способом, связанным с выборами, три раза до Евромайдана. Тем не менее, на этот раз ситуация отличалась тем, что происходили в том числе серьезные события не только в Киеве, где творилась революция, но и хотя бы в крупных областных центрах, в том числе связанные с захватами областных администраций. В феврале 2014-го года происходит аннексия Крыма-России и с апреля 2014-го года начинается вооруженный конфликт в Донбассе, который на самом деле длится до сих пор, хотя мирные соглашения были подписаны в 2016-м году, насколько я помню. Далее. Серьезные события для Европы лежат в сфере экономических и коммуникационных отношений с Российской Федерацией. Так называемые газовые конфликты России в той или иной степени начинаются с самого начала XXI века и в первую очередь связаны с транзитом газа через Украину. Обычно это происходило следующим образом. При любом правительстве, любого лояльного или нелояльного к России президента, следующим образом. Либо Украина поднимала цену за транзит газа, и тогда Россия поднимала цену за газ для Украины, либо Россия поднимала цену на газ для Украины, и Украина повышала транзит. Это привело к строительству крупных газопроводов, которые проходят по входу в Украине. Это очередь еще одного газопровода через Белоруссию. Это знаменитый Северный поток. Потом начало строительство Южного потока, который так и не закончен. Многие забывают про мощнейший газопровод Голубой поток, который прошел под луч одного моря в Турцию. К моменту 2014-2015 года больше половины газа, 55% всего газа, который потреблял Евросоюз, были российского происхождения. Также примерно в 2013-2014 году президент Путин формулирует концепцию энергетической сверхдержавы, которая является политической и скорее представляет собой возможность влияния на политические процессы Европы с помощью управления поставками газа и ценой на газ. Соответственно, именно поэтому в 2013 году, еще до событий, связанных с Крымом и Донбассом, происходит пересмотр многими европейскими странами источников поставки российского газа для импортного газа для внутреннего потребления. После того, как в 2014-2015 году начинается серьезное событие на Востоке Европы, то, соответственно, процесс ускоряется. В настоящий момент доля российского газа в европейском рынке составляет около 35% и зафиксировалась на этом уровне где-то в 2016-2017 году. Резко увеличила свою долю Алжир, ближайший к Европе поставщик газа, где есть очень много по-настоящему серьезных инвестиционных вложений в газовые отрасли. И Соединенные Штаты, причем темпы роста рынка импортного газа из Соединенных Штатов газа напрямую связаны с темпами строительства метановозов на южнокорейских лет. В итоге получается очень интересная концепция энергетической среди державы, связанная, как многие трактуют с неудачной попыткой занятия Россией определенного влияния на территорию европейского континента, привели к уменьшению доли российского рынка. Значит, и диверсификация источников привела к падению цен на газ очень существенного. Цены на газ обвалились в... ну, там, если Туркменский газ, который идет транзитом, очень дешевый, не учитывая, ну, можно сказать, в 2,5 раза. Это одно из самых серьезных падений цен на газ за всю... самое серьезное падение цен на газ за всю мировую историю, который, в отличие от нефти, его цены не зависят от текущих котировок на товарных биржах, а зависят от долгосрочных контрактов на то же самое долгосрочные поставки. Значит, в итоге Россия свернула строительство крупных проектов на шейфе Балицево-Морегазово, Штатмановское и Рогачевское, что привело, на самом деле, к очень серьезному удару, гораздо более серьезному, чем контрсанкции, как мы знаем, значит, для европейской экономики, потому что санкции были наложены, в том числе на поставку газового оборудования и нефтебурового. То есть санкции, наложенные на Россию за, соответственно, связанные с поставкой, плюс сворачивание крупных проектов, очень серьезно. Значит, вообще 2010-е годы, это один из ярко выраженных примеров, значит, усложнение взаимоотношений между Россией и США. При этом надо иметь в виду, что Россия не прекратила свой диалог с Североатлантическим военным альянсом, более того, он идет, в том числе и по части контроля за вооружениями ядерными, в том же объеме, в соответствии со всеми графиками, которые подписаны. Значит, значительная часть конфликта идет, в первую очередь, в информационном пространстве. Во многом связано с ситуационными скандалами. Тем не менее, здесь вот я просто перечислю на самом деле события, которые сюда вынесены в список. В 2012 году принимается акт Магуницкого, связанный с конкретными персональными санкциями против России. Значит, надо прекрасно иметь в виду, что, естественно, в основе лежит ситуация с самим Магуницким. Однако, для Американского Конгресса и логических структур, работающих в Американском Конгрессе, это повод для восстановления того уровня санкций, которые были предусмотрены поправкой Джексона Вейнка, которая была незадолго до этого отменена. То есть, не нужно забывать конкретных экономических интересов конкретных финансово-промышленных групп Соединенных Штатов. Значит, в 2012 году Россия докладывает вето на Совет Безопасности ООН по ситуации в Сирии, связанное с вмешательством в сирийские события, значит, не на стороне легального по версии России правительства Башара Асана. Значит, мы понимаем, что вето постоянного членов Совета Безопасности, это достаточно редкое явление. Значит, в 2013 году происходит скандал с Эдвардом Столдером, про который, я надеюсь, мы сегодня поговорим. В 2014 году украинский кризис, в 2015-2018 российская военная операция в Сирии, которая, вопреки мнению многих у нас в России, скорее действительно подняла международную репутацию России, потому что Россия своим вмешательством избавила от моральной ответственности и необходимости нести огромные расходы для страны по ситуации в Сирии. Несмотря на то, что большинство европейских правительств, скорее, особенно на ранних этапах войны, тяготели к поддержке сирийской оппозиции, как ее называли, умеренной или умеренной исламской оппозиции, тем не менее, надо иметь в виду, что для Соединенных Штатов и стран Евросоюза самое главное это прекращение войны в Сирии. Не так важно даже, кто победит, главное, чтобы военные действия не наносили ущерба, не гнали большого количества беженцев на территории Европы и не создавали территорию нестабильности, в том числе ведущую к возникновению усиления международного терроризма по снабжению и так далее и тому подобное. Поэтому вмешательство России даже на стороне не той стороны, которая считалась более приемлемой, это действительно был очень серьезный успех неполитической России, что парадоксально с точки зрения многих России. В 2016 году был скандал со взломом серверов демократической партии на выборах, который напрямую увязывается с российскими хакерами. В 2018 году дело Скрипалей, которые привели к очередному комплексу санкций персональных для высшего руководства России и афилированных с ними олигархов. В 2019 году произошел фактически развал договора о ракетах средней и малой дальности, причем вина в развале этого договора, подписанного еще в 1986 году, лежит одновременно на обоих странах. Потому что Соединенные Штаты начинают разработку и размещение ракет, которые в принципе подходят под формат ракет средней и малой дальности, а Россия, соответственно, демонстрирует свое пренебрежение подобными ограничениями ввиду принципиально изменившейся международной обстановки. Значит, также на территории постсоветского пространства происходит внешне экономическая интеграция, вернее, происходит экономическая интеграция, внешне напоминающая интеграцию Евросоюза на раннем этапе своего существования. Напомню, что в 2001-м еще создается Евразийское экономическое сообщество Евразес, в 2010-м году таможенный союз, который на самом деле напоминает европейское экономическое сообщество 60-х о четырех свободах, свобода передвижения товаров, услуг, труда и капитала. Значит, соответственно, в 2012-м году единое экономическое пространство, и все эти три единицы в 2014-м году объединяются в Евразийский экономический союз. Однако процессы переговоров по отдельным пунктам, в первую очередь касающихся внутренних тарифов и пошлин, связанных с промышленными и хозяйственными товарами, идут на самом деле довольно медленно. И в настоящий момент нельзя сказать, что Евразийский экономический союз действительно в полной степени в мире функционирует. Кроме того, существуют огромные внутренние противоречия. Если на момент создания Евросоюза, на момент его интеграции первичной в 60-е до 70-е годы разница между самой богатой и самой бедной страной Евросоюза редко превышала полтора раза, то сейчас нужно иметь в виду, что если Россия и Казахстан – это 8-9 тысяч долларов ВВП по номиналу на душу населения, при том, что это 7 с копейками, то Киргизия, Армения – это 3, а Киргизия – это вообще 1000 долларов. То есть разница в 8-9 раз между странами в корейшем союз – это очень серьезные противоречия, которые точно не способствуют полноценной интеграции. Кроме того, нужно помнить, что Киргизия – это 5 миллионов человек, из которых треть населения безработные, и, собственно, именно поэтому у нас очень много мигрантов узбекского и киргизского происхождения именно с территории Киргизии. Дальше. Самый серьезный процесс, который проходил, на мой взгляд, на протяжении этого десятилетия – это арабская весна. Значит, арабская весна полностью изменила ситуацию в мире. Если все 2000-е годы прошли под знаменем 11 сентября 2001 года, то все следующее десятилетие прошло под знаменем арабской весны. Здесь показаны страны арабского мира и приезжающие. Значит, темно-коричневым помечены страны, в которых произошли смена правительства, то есть революция, которая полностью поменяла стему власти – это Тунис, Ливия, Египет и Йемен. Значит, правительства, которые существовали многие десятилетия, именно правительства Бен-Али, в Тунисе, Мамар Каддафи в Ливии, Каддафи учил в 60-х годах, Хоснин и Барак в Египте и Салифа в Йемене. Значит, они существовали еще с прошлого века, то есть по 30-40-50 лет практически. Значит, полностью власть была сменена в результате революционных событий. В страны Сия и Ирак – это страны, где власть не была сменена, но существовали серьезные гражданские войны. Ну, кроме того, в Ливии и Йемене тоже шли гражданские войны. Дальше в Ливане и Алжире проходили огромные демонстрации и серьезные бунты. Значит, кроме в Марокко и Ордании, на западном береге реки Ордан, значит, палестинская автономия Кувейт, Бахринин и Оман проходили не очень большие бунты. Значит, страны покрашены коричневым, но практически ничего не происходило. Значит, все началось 18 декабря 2010 года с самосражения одного безработного в Тунисе. Значит, и после этого революции стали проходить последовательно. Первый – Тунис, второй – Египет и так далее. Значит, наиболее серьезными были события в Египте, где уличные демонстрации собирали сотни тысяч, иногда миллион человек в Каире. Был один случай. И впервые в истории по-настоящему эти революционные события возможно было организовать с помощью современных средств коммуникации. Именно поэтому Skype, WhatsApp, другие мессенджеры были, Facebook были в первую очередь закрыты, правительство Бубарако на территории Египта. Кроме того, надо иметь в виду, что революция в таких странах, как Йемен и Ильи, не закончились просто сменой власти, а начались серьезные гражданские войны, которые на самом деле длятся до сих пор. Значит, в Египте произошел обратный переворот, и пришедшая к власти правительство, и президент-исламист, который был выбран на свободных выборах, был свергнут военными, и нынешний президент Ассиси – это человек, который, по сути, реконструировал ту систему власти, которая была при ему Бараке, которая, в общем, обладала той стабильностью, благодаря которой стали возможны кандидатистские соглашения, благодаря которым Египет стал полноценным союзником США на Ближнем Востоке, и гарантом стабильности региона. Потому что Египет все-таки страна с сонсением 90 миллионов человек, и довольно большой экономикой. Значит, упомянутая мной Либия – это самая серьезная гражданская война на территории арбских стран в Африке. Значит, после свержения Каддафьи произошла, кроме всего прочего, официальная военная интервенция ООН. Значит, интервенция стран, ну, в первую очередь, это европейские государства, входящие в НАТО. Ну, да, ну, там вот как-то показано, представители каких стран участвовали в этой интервенции санкционированные ООН. Ну, в первую очередь, это страны НАТО и, в первую очередь, европейцы, не американские. То есть, именно эта интервенция остановила короткую, но очень жесткую первую гражданскую войну, когда, соответственно, воевали против режима Муара-Мара-Катафи. За вот эту вот первую короткую войну, в общем, весны, осени 11-го года погибло в несколько раз больше людей, чем за всю последующую гражданскую войну, где были в том числе исламское государство и Аль-Каи. Вот, значит, тем не менее, она была остановлена, значит, в Ливии были организованы временный парламент, временное правительство, после этого были назначены выборы, где был избран новый парламент, но так как в новый парламент не прошли исламистские партии в том объеме, в котором они были в старом парламенте, два парламента начали воевать между собой. Значит, и вот эта карта, самая серьезная ситуация, которая сложилась, если не ошибаюсь, в 16-м году, значит, когда парламент новый, воевал с парламентом старым, кроме того, на части территории сложились туарекское правительство, на части территории были местные силы, а в зоне пограничной установилась власть Аль-Каи, вот, то есть уже современно, соответственно, террористические выборовки. То есть Ливия стала основным фактором нестабильности в Средиземноморском бассейне. Значит, еще более серьезная ситуация возникла в Сирии. В Сирии развязалась невероятно мощная, полномасштабная гражданская война, значит, в которую были в той или иной степени вмешались большая часть стран Ближнего Востока, некоторые путем прямой военной интервенции на территории, в том числе наземными операциями, как Турция. В некоторых случаях, как Россия, это участие, в первую очередь, в воздушных операциях и коммуникационных поставки вооружений и так далее. В некоторых случаях, как в случае США, это удары по отдельным объектам в некоторых ситуациях. Кроме того, дестабилизация на территории большей части страны, возникшая в результате гражданской войны, привела к тому, что война перекинулась на соседнюю территорию, то есть на территорию Ираха. Именно благодаря этому возникло такое понятие, как ИГИЛ, не знаю, должен ли я в такой ситуации сказать, что это организация заключена в России, да, но это все-таки не средство массовой информации, да, или Исламское государство. Первоначальное название ИГИЛ – это Исламское государство Ирака и Леванта, то есть Леванта либо Шама, как это звучит по-арабски Шама, называют как раз территорию Леванта, то есть наушную территорию Сеи, Левана и Палестины, ну, в Израиле включая, и Иордании, то есть вот эта территория Восточного Средиземноморья, то есть Ирака и Шама. Значит, ИГИЛ. После этого, через некоторое время, ИГИЛ, который был изначально частью Ай-Каиды, и был большинство подвижников, создавших Исламское государство на территории Сирии и Ирака, это были люди, исключенные из Ай-Каиды за радикализм, значит, соответственно, образовал свое совершенно безумное, тоталитарное, антицивилизационное исламское закрытое государство и переменовал себя из Исламского государства Ирака и Леванта просто в Исламское государство. И начал эспансию, в принципе, по всему миру. На территории Ирии, на территории Нигерии, на территории Йемена, в те или иные моменты времени, на территории Лимана, в те или иные моменты времени существовали территории, контролируемые боевиками Исламского государства. Значит, это 16-й год лета или начала осени, не помню, когда территория, находящаяся под контролем Исламского государства, была максимальной. На этой территории был установлен жесткий тоталитарный теократический режим, соответственно, с массовым насилием по отношению к населению, массовым изнасилованием женщин, массовыми этническими чистками, особенно курсовского населения. Ключевую роль в разрушении ИГИЛа сыграла, естественно, Россия и серьезные, действительно, авиационные удары по основным коммуникациям исламского государства. Очень известная ситуация с разрушением города Пальмир, которая шокировала, на самом деле, развалин, уже развалин, города Пальмир, который шокировал весь мир и напомнил принципиальную связь нынешнего исламского экстремизма с Талибаном в конце 90-х, начало 2000-х, когда были, например, уничтожены старту ИГИЛа в Бумиане. Для того, чтобы подчеркнуть ситуацию, вот она раскраска, каким образом идет гражданская война. Это территория, контролируемая правительством Ирака, союзным Соединенным Штатом, это территория, контролируемая официальным правительством Сирии, правительством Башара Асада. Вот это огромное серое пятно, это исламское государство. Вот эти вот кричневатые зоны на Севере и Северо-Востоке, это Курдистан, иракский и сирийский. Причем, надо дать должное, Курды действительно построили наиболее цивилизованную систему взаимоотношений. Если брать вообще эту региону, значит, зеленым отмечены территории, которые контролируются легально сирийская оппозиция, ну, в смысле, как вот эта официальная сирийская оппозиция, которую поддерживали в первую очередь Катар на раннем этапе, а потом страны перецидского залива и часть европейских политиков, белым фронтом Мусра, более радикальный, исламский. Ну, еще были территории, которые контролировались местными. Кроме того, не нужно забывать, что одновременно на территории Ливана, который был перегружен невероятно беженцами, ну, и все прочее, тоже были территории, контролируемые движением Хизбалла, значит, швидским экстремистским группировкой, были территории, которые контролировались право-христианскими, ну, такими полуфашистскими формированиями, значит, и много-много разных других территорий с группировками, которые уже в Ливане, значит, начиная с начала 80-х, в той или иной степени, и представляют собой власть на местах. Значит, в 2012 году, значит, происходит очень серьезное событие, связанное с обладением на дипломатические миссии США в 2012, да, это 2012 год, в июле 2012 года выходит фильм «Невинность мусульман», это снятый на коленке и фильм, выложенный на YouTube, это никакая неофициальная картина, естественно, которая снята на деньги экстремиста, фундаментального экстремиста, пастора Терри Джонса, ну, сумасшедшего, конечно, значит, и имеющая в составе экстремистские положения, связанные с трансляцией ненависти к Исламу. Мусульмане воспринимались как люди, виновные в 11 сентября 2001 года, и, соответственно, ответственные вообще за все зло в мире. Это вызвало огромные бунты и возмущения во многих исламских государствах. На некоторых из этих бунтов участвовали десятки тысяч человек. Были совершены в более чем в десяти странах, в десяти городах мира нападения на посольство и консульство Соединенных Штатов, наиболее серьезным было нападение на посольство в Денгазе, временное посольство в Денгазе, в Сирии, в Ливии. Значит, во время всех этих событий погибло более шестидесяти американцев, значит, было ранено около 600 человек, в том числе и в первые 70-х годов был убит посол Соединенных Штатов, посол именно в Ливии. Значит, вот такие очень серьезные последствия одного явления, которое, естественно, никто в Соединенных Штатах даже не заметил. Так, значит, Китай. Плавных переходов не будет, просто времени немного, поэтому просто-напросто буду переходить по слайдам и комментировать, что есть. Значит, Китай – это очень серьезная держава и воспринимается она именно таковой, как экономическая сила, только в этом десятилетии. То есть, именно в это десятилетие Китай достиг того уровня развития, когда он становится одним из, в общем, большейших стран мира. То есть, это, значит, доля Китая в мировой экономике. Значит, только в 2007 году Китай обогнал Японию по общему объему производства, но уже в 2015 он по ВВП обогнал Японию в два с половиной раза. Значит, таких темпов роста редко какая страна показывала на протяжении долгого периода. А так как Китай – крупнейшее по численности население стран мира, то, соответственно, это тем более вызывает уважение. Для сравнения темп развития Индии и темп развития Соединенных Штатов Америки. Это кризис 2008 года. Значит, соответственно, вот сравнение на 2015 год Китай и США подоли в мировой экономике. Ну и вот она, где Япония. Так, значит, вот она таблица основных макроэкономических показателей. И мы видим, что к 2018 году в рубль подолочное усиление – это номинал, не паритет покупательной способности. Это абсолютно адекватные показатели. В чистом виде номинал достиг почти 10 тысяч долларов. То есть это почти на 15% превышает российский уровень. Соответственно, по уровню дохода, среднедушевого дохода, Китай обогнал Россию в году в 2015 или 2016. То есть главный фактор роста китайской экономики, характерный до всех предыдущих десятилетий, очень дешевый труд, перестал быть таковым именно в этом десятилетии. То есть Средний Китай зарабатывает больше среднего россиянина уже последние пять лет точно. Именно поэтому осенью 2015 года проходит очередной пленум, прям такую ключевую пленум китайской коммунистической партии, которая принимает сразу несколько решений, важнее которых в этом десятилетии не было ничего для мировой экономики. Во-первых, Китай отменяет принцип односемья для ребенка вообще, понимая, что у него не сходят от конца с концами, и скоро доля пенсионеров населения достигнет невероятных масштабов, то есть почти 25% населения, что с этим делать непонятно. Если что, в России 32% населения пенсионеры, это, конечно, с точки зрения любого баланса трудовых ресурсов, совершенно невозможная ситуация. Такое количество пенсионеров ни одна страна не может. В Китае доля людей пенсионного возраста на данный момент еще не достигает даже 20%, тем не менее ожидается, что в скором времени это будет 25%. Продолжительность жизни растет, в Китае есть весьма высокая продолжительность жизни, которая приближается к 80 годам, значит, это лет на 7-8 выше, чем в России, значит, средняя продолжительность жизни будет очень много, значит, и поэтому вторым решением после отмены на семье и один ребенок было принято решение распространения пенсионной системы на все население. То есть это связано в первую очередь с тем, что из-за того, что китайский труд дорожает, значит, экспортные возможности Китая унижаются, значит, Китай перестает нормально конкурировать со странами с более дешевым трудом, Индонезией, Индией и другими Филиппинами, вот, соответственно, и поэтому никакого шанса для китайской экономики нет, кроме как обеспечить внутренний рынок. Для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, нужно, чтобы свое население было богатое и обладало высокой покупательной способностью, причем, чем большая доля населения включена в процессы приобретения товаров в нынешней системе потребления, тем более устойчивая экономика. Именно поэтому распространение пенсионной системы на весь Китай. Кроме того, были открыты для инвестиций практически все сегменты китайской экономики, кроме там буквально финансовой сферы, нефтяной промышленности, еще каких-то мелочей. То есть впервые в истории Китая были открыты для иностранных инвестиций страховой сектор, сектор пенсионных инвестиций, значит, то есть ключевые для современного мира финансовые структуры. То есть, если что, страховые компании, пенсионные фонды контролируют в мире больше денег, чем банки. Это характерно для всех стран с развитой экономикой России, к ним явно не относится. Значит, это, кстати, главный показатель того, что структурно российская экономика сильно не соответствует тем основам, от которых можно прессать и планировать в какой-либо развитии. Значит, вот период, когда действует принцип «односимия – один ребенок» – рождаемость, смертность. Смертность остается на одном уровне, чуть-чуть начинает повышаться в последнее время, рождаемость уменьшается очень сильно. То есть, в какой-то определенный промежуток времени, когда возрастная половая пирамида страны души совсем, вот такой вот, то произойдет крест, и доля умирающих превысит доля рождающихся. Так как Китай давно перешел к первому типу воспроизводства, то есть к европейскому, в Китае сейчас прирост населения примерно соответствует на душу населения на тысячу человек, например, Ирландии, то есть одно из самых быстрорастущих стран Европы по населению, это получается, что это на самом деле непогдалеку. То есть, в Китае впереди очень большие сложности, но вот этот пленан 19-го года показал, что Су Цзиньпин и китайские руководства прекрасно понимают, как действует мировая экономика и какие лежат гигантские проблемы перед Китой. Значит, про азиатские тигры в Японии. Это десятилетие показало, что, скорее всего, при нынешних условиях мировой экономики повторить успех тех самых азиатских тигров в четырех странах, Южной Корее, Тальване, Гонконге и Сингапур. Пропор, как говорят о Джимоглу и Робинсон, автор бестселлера «Почему одни страны богатые, другие бедные» несколько лет назад изданного, и, как они говорят, пишут о неучтенном факторе, видимо, без какого-либо неучтенного фактора он действительно не обходится, потому что единственная страна, которая претендовала на то, что она вместе, после вот этих четырех стран, которые показали экономическое чудо, тоже способна на экономическое чудо, это Малайзия, в этом десятилетии затормозила свое развитие. Мы видим, что Малайзия начала очень быстро развиваться в этом группе на душу населения, тем не менее, в этом десятилетии затормозили. То есть, пока страна не достигнет вывода на душу населения в 20 тысяч долларов в год, то, скорее всего, нельзя всерьез говорить, что она по-настоящему страна развитого мира. Тайвань этот показатель явно превысил в современное время. Сингапур стал одной из самых богатых стран мира. И страна, в которой выводы на душу населения отстояла от американского или японского в два раза, превысила даже правоуторно-душу населения Соединенных Штатов, потому что более Японии. Также можно посмотреть на показатели Гонконга. И, вопреки мнению многих, темпы развития очень богатого Гонконга нисколько не уступают темпу развития достаточно дедного Китая. Это действительно крупные торговые центры, важные для всей мировой экономики. Однако, несмотря на то, что Южная Корея у нас одна из самых динамично развивающихся стран мира, которая, наверное, скоро будет двигать Японию с Пьедестала по всем показателям, потому что это единственная страна в мире, которая тратит на инновации в экономике большую долю ВВПЧ Японии. Тем более, что Япония во многих случаях тратит на все, что связано с развлечениями. А Южная Корея действительно серьезное уважение в новые технологии. Тем не менее, на Корейском полуострове ситуация достаточно нестабильна. Самыми серьезными вызовами для мировой безопасности в русле того взгляда на мир, который доминировал весь 20-й век, когда вопрос о ядерной войне был ключевым, они проходили именно на Корейском полуострове. В 13-м и 17-м году северокорейское руководство знаменитая карта, которая вообще характерна для предыдущего десятилетия. Сейчас немножко не так, но тем не менее. Когда Северной Кореи нету. Вот это большое темное пятно между Китаем, Южной Кореей и Россией, какой клочочек, это Северная Корея, где светится один пхеньян. Сейчас намного лучше, но тем не менее. В 13-м и 17-м году предпринимало усилия, которые скорее выглядят как международный шантаж с целью либо снятия санкций, которые наложены за собственную ядерную программу разработку баллистических ракет, либо просто с поставкой продовольствия и товаров массового спроса. Северная Корея одна из самых бедных стран мира и самая закрытая страна мира. Ни одна страна мира даже близко не стоит по степени закрытости экономики. Тем более там какая-нибудь Куба, которая сейчас просто на самом деле обладает достаточно открытой экономикой. И если время будет, мы про Куба сегодня скажем про что. Значит, и в 13-м и 17-м году в Северной Корее на лице переговора, а переговоры начинаются после серьезного запуска какой-либо новой баллистической ракеты, которая с каждым новым циклом достигает способность достигнуть все более дальней орбиты. Вот сейчас на самом деле северокорейские ракеты, которые способны нести ядерную боеголовку, в том числе с водородной бомбой, которая у Северной Кореи теперь тоже есть. Значит, термоядерное оружие уже покрывает практически всю территорию России и минимум Маляску, а, возможно, и часть Северно-Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов. С Северной Кореей были переговоры и страны мира, в первую очередь Соединенные Штаты, шли на определенные уступки. Значит, как было в ситуации с 2017 годом, опыт показывает, что президент Трампа отчасти этих уступок потом задним числом по какой-то причине отказался, но мы про это поговорим, наверное, подробнее, когда будем говорить про администрацию Трампа в следующем году. Значит, просто для понимания того, что происходило в Южной Азии, это, напомню, субконтинент, население которого превышает население Китая, более того, население Индии уже вплотную приближается к населению Китая, это численность населения. Вот мы видим, что в Индии население растет быстрее, чем в Китае и уже практически равно китайскому, миллиард 350 миллионов, в Пакистане 212 миллионов растет еще больше, в Мангладеш 160 миллионов, то есть здесь живет где-то 1,6-1,7 миллиарда человек, то есть это из 7 миллиардов населения Земли, это невероятно много. Тем не менее, это страны с достаточно низким уровнем развития, и если ВВП в Индии и в Мангладеш растет довольно быстро, то в Пакистане в этом десятилетии серьезно замедлилось. Но это показывает, что в этих странах очень дешевый труд, и именно сюда переходит очень много массового и грязного производства. То есть эти страны становятся странами, которые привлекают большие инвестиции для, соответственно, таких типов производства, переноса производства из развитых стран, и по созданию нового. Значит, в том числе и один из источников сейчас, важнейших источников переноса этих производств, это Китай, где тот существенно подорог. Значит, то же самое происходит в странах Юго-Восточной Азии, и здесь, получается, все страны члены ОСЕАН. Я подчеркну, что ОСЕАН – это очень важный для мировой экономики рынок, который контролирует пять процентов мировой экономики. Это в два с половиной раза больше, чем Россия. И, ну, можно сказать, в два раза, чем постсоветское пространство. Это гораздо более важное, чем постсоветское пространство, часть мира для всей мировой экономики. И здесь есть страны, в которых достаточно высокие темпы развития. Значит, как мы видим, в Малайзии были, Сингапур тем более. Сингапур – это вообще отдельный разговор. Тем не менее, и во многих других странах экономика растет достаточно быстро. Как мы видим, Таиланд увеличил душевые показатели чистой своей экономики за 20 лет в несколько раз. Это очень высокий показатель. То же самое происходит с Филиппинами, хотя в меньшей степени. Значит, я также хочу напомнить, что это страны очень густонаселенные. Население Индонезии составляет почти 270 миллионов человек. Население Филиппин превышает 100 миллионов. Население Вьетнама приближается к 100 миллионов. То есть это, кроме того, огромные рынки сбыта. И увеличение ВВП на душу населения приводит к увеличению доходов населения, а значит, к увеличению потребления в этих странах. А потребление частных домохозяйств, частных лиц – это самый главный фактор роста мировой экономики. И самый главный фактор – перераспределение рынков на территории Земли. Именно сюда сейчас идет самое серьезное перераспределение рынков, учитывая все регионы. Извиняюсь, коротко могу сказать, за счет чего это происходит? Дешевый труд – Таиланд, Индонезия, Филиппины. Дешевый труд туда переносится производство, требующее большого вложения труда и грязное производство. В том числе, как я сказал, из Китая, ну и из Азиатских футбиков, из Японии и так далее. Кроме того, это страны, которые лежат на полпути между Австралией, являющиеся крупнейшим экспортером сырья в страны, где заканчивается конечный передел. То есть, например, Индонезия производит окатыши и чугунные стальные. То есть, каким образом происходит? На северо-западе Австралии находится один из крупнейших в мире портов. Порт Хэтленд, который входит в десяток крупнейших портов мира. Это 300 с лишним миллионов тонн железной руды в год. Это очень страшное место, это гигантские, на километры в море уходящие пиццы, земля оранжевого цвета, гигантские горы вот этого железной руды, которые грузятся на балкеры грузоподъемностью четверть миллиона тонн. Эти балкеры идут в соседнюю Индонезию, выгружают это на Суматрии Яри. Там делается первичный передел с грязным производством флороноконвекторных способов, изготавливаются окатыши, которые потом тащатся на заводы в Японию, например, на завод Кагасиму, крупнейший металлургический завод мира, который представляет собой выходящие в море территория набывной такой полуостров. С одной стороны заходят сухогрузы, которые выгружают эти окатыши, на этом полуострове происходит конечный передел и прокат. С другой стороны другие пирсы, с которых другие сухогрузы, другие корабли забирают этот груз и отправляют на экспорт, в первую очередь, в Европу. В Японии не остается ни тонны. Это машина, которая обрабатывает почти 36 миллионов, производит почти 36 миллионов стали в год. Это крупнейший конвейер в мире по масштабам непосредственно массы грузов. И Индонезия – это вот существенный, так сказать, участок этого конвейера. Обращу внимание как раз на Индонезию, потому что это действительно гигантская страна. Значит, это была одна из самых бедных стран мира. Это чистая азиатско-африканский уровень. И вдруг за первое десятилетие она начинает производить в три раза больше производства на душу населения, потому что за это десятилетие у них население выросло на несколько десятков миллионов человек. Там только на острове явно живет больше 150 миллионов человек. И еще за следующие десятилетия еще на 60%. Это очень высокие темпы. Кроме того, Индонезия, между прочим, один из крупнейших экспортеров угля. Кто раньше думал, что Индонезия был экспортером угля, а теперь вот он. Еще одна страна, где происходят серьезные и тяжелые события в мире – это Турция в 2010-е годы. В Турции, напомню, существуют четыре партии. У них очень высокий проходной барьер, 10% большую часть истории был. Для того, чтобы попасть в Великое национальное собрание однополатный парламент Турции. И сложилась вот эта парадоксальная партийно-политическая система. Четыре партии. Одна партия – это партия умеренных исламистов, которая выступает за свободный рынок. Вторая партия – это кемалисты, которые выступают за светское государство, но являются социал-демократами. Третья партия – это фашисты, те, которые в свое время создавали в качестве боевого организации «Серые волки». Это действительно ультра-националистически настроенное турецкое общество, в основном сельских районов. И четвертая партия – это партия, которая концентрирует национальное меньшинство, в первую очередь курдов. Эти четыре партии проходят в парламент. Всегда главными соперниками на президентских и на остальных выборах является партия кемалистов – социал-демократы, светские, которых поддерживает армия, и умеренные исламисты, символом которых является господин Эрдоган. Эрджеп Эрдоган – это одна из самых серьезных в турецкой истории фигур. Это человек, который перевернул всю турецкую политику. Если в Киеве до середины 1990-х годов – страна, которая воспринималась как страна, полностью преодолевшая свое исламское прошлое, ставшая одной из самых светских стран мира благодаря реформам Ататюрка и Снепременю в течение нескольких десятилетий, это человек, который объяснил, что, собственно, ислам для Турции не чужий. Кроме того, с точки зрения многих стран арабского мира, между арабами и турками, вообще всегда были сложные взаимоотношения, он именно тот вариант развития, который более приемлем, чем другие варианты. Потому что другие варианты – это либо радикальный ислам, либо арабский национализм. То есть, вариант, который предлагается Режефом Эрдоганом, это тот вариант, который устраивает очень многие страны Снезеземноморья. Например, партия, которая ориентируется в внешней политике и в идеологии, на идеологию турецкой партии Возрождения, это, например, партия, которая пришла к власти в Тунисе. При этом у Эрдогана очень много было действий, которые, особенно в этом десятилетии, скорее свидетельствуют о том, что он уверенно двигается в сторону авторитаризма. Для того, чтобы понять, что такое Турция, нужно помнить, что это страна с большой экономикой, это 8-9 тысяч долларов в год на ВВП на душенаселение, примерно российский уровень душевой. Значит, это страна с населением почти 80 миллионов человек, и население растет на несколько сотен тысяч каждый год. Значит, это вторая страна НАТО по численности армии и по мощи ее. Собственно, это главный вообще получается союзник США в мире. И когда мы видим, в том числе, внутреннюю российскую пропаганду, которая говорит о том, что Россия может достать союзником Турции, это не просто бред, это один из самых смешных бредов, который я видел. Турция ключевой страна, ключевой член НАТО. Без Турции НАТО не существует и на территории Европы и Ближнего Востока, и это все прекрасно понимают. Никогда Соединенные Штаты не будут вмешиваться в внутритурецкий процесс, только потому, что эта страна ключевой член НАТО. Значит, а внутритурецкий процесс был очень интересный. Во-первых, с 2012 года Турция вмешивается напрямую в события Сирийской войны. Ее в Сирийской войне волнует только одно – существование независимого сирийского Куртистана у своих границ. У них есть огромная нерешенная проблема с курдским сепаратизмом. Турция несколько раз осуществляет, в том числе, наземные операции. Это единственная иностранная страна, которая осуществляет наземные операции на территории Сирии во время войны. Кроме того, на территории Сирии, особенно в северных приграничных районах, живут так называемые туркоманы, то есть люди, говорящие на тюркских диалектах, которые весьма близки к тюркским диалектам нужной Турции. Надо понимать также, что турки с точки зрения эллиномистической классификации – это немножко мифотворчество временного Татюрка. То есть это люди, говорящие на довольно разных языках, и между тюркскими диалектами турецкого языка в разных районах Турции существует очень большая разница, но, в принципе, сопоставимая между русским, украинским и белорусским, наверное. Такие же, получается, люди, говорящие на тюркских диалектах, живут на севере Сирии, на севере Ирака, на северо-западе Ирана. Их обычно называют туркоманы. И защита людей, говорящих на тюркских диалектах, которые формировали какие-то местные ополчения, тоже очень важный фактор для Турции. Напомню, что один из самых серьезных международных конфликтов во время Сирийской войны был связан с тем, со сбитием российского истребителя турецкими ВВС, который залетел или не залетел по разным трактовкам на территорию Турции. В 2016-2017 проводится операция «Щип Еврата», в которой погибает несколько тысяч человек, в том числе несколько десятков солдат турецкой армии на территории Сирии. В 2018-м году проводится операция «Щип Галаэлит» в несколько месяцев, с такими же примерно результатами, и Турция берет под контроль заметную часть Северной Сирии. В 2016-м году летом проходит очередная попытка военного переворота, которую многие эксперты военного переворота направлены на восстановление в Турции светского режима, восстановление идеалов, заложенных Мустохой Кемаля, Татюркам и Эсвитам Ниню. Значит, многими аналитиками эта попытка переворота воспринимается как провокация, сгенерированная самим Родоганом для того, чтобы изменить систему власти в Турции. Значит, поэтому вот это вот выборы в парламент, верхние две карты, это сначала идет к Уилам, в турецким провинциям, а потом к турецким муниципалитетам. То есть у них такая двухуровневая тоже система, им это как область, а это как район, грубо говоря, раскраска. Вот это выборы 15-го года парламентские. Красным показаны территории, которые голосуют за кемалистов, то есть которые голосуют за светское государство и социал-демократию. Значит, и мы видим, что это в первую очередь районы, связанные с международной экономикой, районы побережья Игейского моря, Средиземного моря, включая Измира, Анталью, территорию Фракхи, то есть территория, где есть туризм, территория, в которой есть международные порты, перевалка грузов и так далее. Значит, за умеренных исламистов, которые выступают за свободную экономику, голосует центральная, в основном сельская часть Турции. Это вот то, что покажено наружным цветом. Вот те вот сиреневый или фиолетовый, вот у меня с развлечением этих оттенков не очень хорошо. Значит, сиреневый или фиолетовый цвет – это партия, которая вращает интересы национальных манишинств, в первую очередь курдов и крипт-арменов. То есть вот оно разделение территориальных. Также здесь плохо видно, но вот некоторые на юге вот тут вот места, значит, или даже там на этих выборах они не набрали, это были следующие выборы 2019 года. В общем, там есть община, где побеждала партия фашистская, собственно, которая серые волки, наследники серых волков. Значит, и в 2017 году Эрдоган проводит референдум о превращении Турции в президентскую республику, в сильно президентскую республику. То есть никогда за турецкую историю настолько не была ограничена власть парламента и не настолько усилена власть президента. И, соответственно, вот это тоже референдум, где за президентскую республику – это зеленый, против президентской республики – это красный. И мы видим, что те территории, которые всегда голосовали за партию Эрдогана, то есть сельская Турция, она голосовалась за то, чтобы Турция была президентской республикой. Районы максимально развитые, которые связаны с мировой экономикой, и районы, где живут национальные меньшинства, голосовали против. Поэтому можно смело говорить, что Турция в следующем десятилетии будет одной из самых интересных стран мира, которая будет происходить очень важные события, которые напрямую будут влиять и на судьбу НАТО, и на судьбу Евросоюза, и на судьбу безопасности на Ближнем Востоке. Касательно Ближнего Востока – очень важный момент. До кризиса, связанного с блокадой сектора газа во время операции «Литой свинец», сейчас мы немножко в ближний-восточный событий перейдем, Турция была главным союзником Израиля. Что, в общем, достаточно логично, вплоть до того, что они совместно производили вооружение, совместно проводили учения. Ну, кроме того, сотрудничество Израиля с НАТО не является секретом, а Турция – важнейший член НАТО. До блокады сектора газа Турция была главным союзником. После этого Эрдоган, начиная, вступает в ситуацию конфликта с Израилем. И только последние несколько лет, два-три года, отношения с Израилем постепенно нормализуются. Отчасти это, в том числе, связано с каким-то определенным согласием по поводу ситуации на территории Сирии, которая для Израиля является одним из серьезных дестабилизирующих факторов при границе. Соответственно, ближний-восточный конфликт. Впервые в этом десятилетии не является главным центром притяжения всего внимания средств массовой информации в мире. Наконец-то этот район стал спокойнее, регион стал спокойнее, чем многие другие. Во многом это связано с достаточно жесткой принципиальной позицией многолетнего премьер-министра Ленинина Тинамьяху, который побеждает на выборах 2007 года и до сих пор остается премьер-министром. Это было после Второй Лиманского войны точно. Потом со строительством стены, которая, с одной стороны, вызвала массовое обвинение Израиля в портрете, а с другой стороны, действительно, чисто технологически способствовало стабильности и лучшему паспортному контролю на фактической границе между Палестинской национальной администрацией, к территории контролированной Палестинской национальной администрацией и, непосредственно, государством Израиля. Также Израиль XXI века – это одна из самых динамично развивающихся стран мира. ВВП Израиля очень высок, в соответствии с ВВП Южной Кореей, превышает ВВП на душу населения большинства восточноевропейских стран, вернее, всех восточноевропейских стран – это очень высокий уровень. Более того, это страна, которая генерирует очень много стартапов, инвестиций в высокие технологии, особенно в сфере медицины, медицинской технологии. То есть это действительно страна, включенная в международную экономику на очень высоком уровне. Значит, страна с очень динамичной, очень качественной экономикой. И поэтому вопрос безопасности, в том числе международных инвестиций на территорию Израиля становится ключевым. Именно поэтому после невероятно провальной Второй Лиманской войны, которую Израиль не проиграл, конечно, но тем не менее и не выиграл, и довольно много потерял, в том числе бронетехники. Израиль начинает операции точечные, весьма эффективные. В прошлый раз я рассказывал про операцию «Литой свинец», которая была связана с медленным в течение нескольких месяцев, там два или три месяца было продвижением на территории сектора газа, контролируемое движением «Хамас» израильских войск, с уничтожением точек пуска ракетка «САМ», уничтожением точечных боевиков. Причем эффективность действия, как считается, в Израиле была достаточно высокой, потому что 90% погибших с палестинской стороны это были действительно люди, имеющие отношение к террористическим группировкам, а не мирных жителей, как ранее было 50 на 50 чаще всего. При этом Израиль потерял буквально двух человек, а палестинские террористы потеряли несколько тысяч, то есть там около трех тысяч человек. При этом в 2010, это был 9-й десятый год, в декабре началось, буквально, по-моему, закончилось, европейское сообщество, в первую очередь «Левое», воспринимало ситуацию, связанную с этой операцией, и блокадой сектора газа, вот этот сектор газа, и он был заблокирован, значит, для всех международных грузов, включая гуманитарные, намертво, направило целую процессию из кораблей, люди, как говорится, сбросились и отправили гуманитарную помощь. Значит, и израильская береговая оборона остановила эти корабли и отправила их во Штоп. При этом, когда израильские корабли подходили, то люди, которые сопровождали груз, то есть активисты как раз европейские, стали готовиться к обороне этих кораблей от захвата израильского военно, что вызвало, соответственно, конфликт с экипажем кораблей, крупнейшего корабля «Доклад капитана», который гордится тем, что он вовремя догадался организовать команду, чтобы она забрала вот эти прутья, которые они не собирались биться с израильскими солдатами и выкинули их за мир. То есть это был очень сложный такой конфликт, который вызвал очень много скандалов. Но этот процесс показал, что на самом деле, несмотря на то, что значительная часть международного сообщества была на стороне не Израиля, тем не менее, Израиль четко позиционирует себя, мотивируя свое отношение к ситуации, может не лишиться международной поддержки, в том числе своих ключевых союзников. А ключевых союзников для Израиля, как мы понимаем, Соединенные Штаты и Египетс-Гордани, которые в очень значительной степени помогают в борьбе из Израиля с терроризмом на территории западного берега реки Адамы и сектора Газа. В 2012 году была проведена операция «Облачный столб», в 2014 году операция «Ненушина и скала», которые были проведены по той же самой модели, с очень маленькими потерями израильской армии, с очень высокими потерями эффективности по отношению к террористам. Значит, вот здесь вот диаграмма «Граница Израиля», вот эта диаграмма, как с каждым годом дальше могут залетать ракеты, которые выпускаются с территории сектора Газа. То есть, поэтому эти операции для Израиля включили. Кроме того, операция «Ненушина и скала» стала кончевой с точки зрения влияния на мировой рынок вооружения, а именно «Железный купол», система противоракетной обороны, получается не для крупных политических ракет, а против мелких ракет, которые прилетают на территорию большей части страны буквально за несколько секунд, а то и максимум минут. То есть, оказалось с невероятным уровнем эффективности, кроме того, за эти несколько месяцев ее удалось очень хорошо испытать. И Израиль вдруг резко стал ключевым игроком на рынке вооружения поставки систем противоракетной обороны. Именно этот контракт, заключенный с Южной Кореей, в свое время сорвал один из крупнейших контрактов российского мировозоборонного экспорта соответственно с той же самой Южной Кореей, которая ждет обстрелов артиллерии либо ракетами малого калибра с территории Северной Кореи своего любимого соседа постоянно. Значит, в 2018 году проходит масса реакций протеста на границе, то есть около вот этой вот стены, в которой Израиль оградил еврейские поселения от поселений арабских на западной берегу Иордан, в котором участвуют десятки тысяч человек. И, значит, с минимальным количеством жертв, там действительно только случайно были жертвы, тем не менее не было ни одного проблемы, и что в очередной раз подтвердило, что Израиль очень жесткий, но скорее не жестокий. И очень эффективное государство, которое способно защищать свою территорию, свою экономику и так далее, что очень сильно способствует своему экономическому развитию государства. Извините, Дмитрий Сергеевич, скажите, за счет чего все-таки был достигнут уровень столь мыслей потерь? Вы боялись здесь со стороны звезды? Хорошее вооружение, хорошая организация. Каких сюрпризов нет. А что вы говорите, выкинули вот этих вот «прухья» и эти арабы, получается, безлечимые встретились? Не арабы, это были европейцы, как не было ни одного араба, это были европейские активисты. Они, соответственно, просто-напросто сдались. Значит, на территории Афганистана продолжается война. Так что у нас тут есть время. На территории Афганистана продолжается война. Значит, это численность силы международной коалиции. Я помню, что, в отличие от Ирака, на территории Афганистана находится коалиция санкционированная ООН, то есть это международный силы ООН для Афганистана. Значит, и это численность вот этих международных сил, санкционированных ООН на разных этапах ведения современной афганской войны. Максимальная численность как раз достигает в начале интересующего нас десятилетия. Значит, после этого численность начинает снижаться, и в 2014 году подписывается соглашение о статусе силы, по которому, соответственно, большее количество ООН выводится, в том числе и европейский, и американский. Однако 13,5 тысяч остается, которые осуществляют логистическую, технологическую помощь, помощь военных специалистов афганским силам. Значит, это привело к тому, что к 16-му году афганская правительство снова перестала контролировать этого третьей территории. Вот это карта лета 16-го года, когда, соответственно, то, что покрашено розовым, это то, что контролирует правительство Афганистана. А то, что белым, это то, что контролирует движение Талибан, силы, связанные с Аль-Каидой, исламским государством и разными другими местными группировками. То есть в настоящее время в Афганистане складывается ситуация, когда ситуация снова уходит из-под контроля, и необходимо будет принимать какое-то решение. Кроме того, ситуация дестабилизируется еще тем, что начиная с войны, с начала войны, вот это, с 2001 года, площадь посевов опедного мака на территории Афганистана выросла в разы, а то и раз в десять. Значит, в том числе, на юге Афганистан, там, в провинциях Гелемент и, забыл как ряду называть, в общем, где Кандагар, значит, превысило, стало важнее сельковскую тубань. Вот. И понятно, что производство опи, например, не связано с местной администрацией и, в общем, приводит к увеличению коррупции, потере контроля и так далее и тому подобное. И одновременно вызывает возмущение многих слоев местного населения, которое воспринимает это как часть разврата, принесенного с западом, и, соответственно, приходит на сторону талибан, в том числе, потому что их не устраивает ситуация с тем, что Афганистан остается крупнейшим производителем наркотиков в мире. Вот. Хотя это иногда сложный способ определения своей позиции для самостоятельного жительства Афганистана. Как вы понимаете, в гражданской войне решение принимается по многому случайно. Вот. И человек, уже вошедший в замкнутый круг, тяжело может из него выбраться. Именно поэтому гражданские войны можно заканчивать чаще всего только амнистией либо полным уничтожением повстанцев. Ни то, ни другое пока не рассматривается в условиях Афганистана, где они воюют и уже в условиях гражданской войны сколько? 40 лет с лишним. Значит, про Африку два слова. Африка — это единственная территория в мире, где ускоряется до сих пор темпа роста населения. Вот там вот примерная диаграмма, и она идёт очень ровненько, где видно, что в общем, пока прогрессия численности роста населения очень уверенно идёт. Там не доведено до современности, но сейчас на территории Африки население превыше всего 1 миллиард 400 миллионов человек. То есть это примерно соответствует населению Китая. Правда, конечно, территории Африки в три с лишним раза больше территории Китая, но, тем не менее, это, конечно, огромное число. Значит, кроме того, Африка, как мы видим, это рождаемость на душу населения, на сто на тысячу жителей. Как мы видим, высокая рождаемость на душу населения, по-настоящему высокая, сохраняется кроме Африки, разве что в Афганистане. Значит, это фертильность. Значит, это 15-е годы, это другая карта, фертильность, количество детей на одну женщину в репродуктивном области. То есть вот это вот 1-2 ребенка, это 2-3 ребенка зеленый, желтые – это 3-4, больше четырех детей в среднем на одну женщину, опять же, только в странах тропической Африки и Афганистане. Больше в мире таких территорий нет. При этом огромное, естественно, Одесская младенческая смерть тоже нужно иметь в виду. Значит, кроме того, Африка является единственной территорией в мире, где доля личинфицированных составляет очень значительную часть населения. В том числе, вот здесь, чем ярче покрашено, тем больше доли. Я, к сожалению, эту линейку не вывел. Но я помню, вот Ботсвана, Лисонс, Вазинянты, ЮАР – это больше 15% населения. Большая часть стран Восточной Аркадии на Ниве и Габун – это от 10 до 15% населения. Вот это вот красное, по-моему, от 3 до 10. Ну, там, макар, правый цвет. То есть, это самый важный фактор продолжительности жизни населения на территории Африканского Аркадинента. Значит, если бы не Всемирная организация здравоохранения и врачи без границ, эпидемия была не то что оккупирована, а продолжалась бы просто в геометрической прогрессии. Значит, с точки зрения международного сообщества, уже такую абстракцию использовать, самым серьезным политическим событием на территории Африки, хоть оно на самом деле было не очень большое с точки зрения, в общем, масштабов. Это было турекское восстание на севере Мали. Значит, турекское восстание уже было не первое в истории. Север Мали населенный кочевник и туалеринами, народом европеоидным, когда большая часть населения Мали негроидное, кроме того, это кочевники сахарские, вот, значит, соответственно, они давно стремились к созданию своего государства и подняли восстание. Это восстание дестабилизировало установку на территории одного из крупных государств Африки. Территория Мали превышает миллион, почти полтора миллиона квадратных километров – это огромная страна. Здесь несколько десятков миллионов человек населения, и правительство очень слабо и плохо контролирует территорию. И поэтому в ситуации, когда туалеринги не ставили целью контролировать, например, крупные города или пригороды крупных городов на севере Мали, а государство воспринимали как государство, собственно, кочевое и полубандитское, на этой территории резко активизировались экстремисты, экстремисты и, естественно, исламского толка. Потому что большая часть населения Мали подавляющая это мусульмане. То есть Мали – страна мусульманская. Значит, и на территории стран Западной Африки, и в первую очередь в Мали, действует организация аль-Каиды для стран Западной Африки. Соответственно, ситуация в Мали восстанавливалась с помощью международного контингента, в том числе в первую очередь французского. Туда были введены несколько десятков тысяч французских солдат. Это одна из крупнейших операций французской армии за пределами Франции за всю послевоенную историю. Причем это единственное, как многие говорят, серьезное принципиальное решение президента Алланда за всю историю его президентства. Потому что президент, как говорят, слабый. Тем не менее, ситуация в Мали сильно дестабилизировала ситуацию в соседних государствах, в том числе в Нигерии, где возникло движение Баку-Харам. Значит, Баку-Харам переводится типа «западное образование зло». То есть это экстремистская организация, тесно связанная с аль-Каидой, которая в какой-то момент поставила под контроль половину провинции Майду-Гури на северо-востоке Нигерии. Значит, совершила несколько тысяч похищений. Значит, огромное количество насилия на охране территории. И английскому правительству понадобилось при международной помощи несколько месяцев для того, чтобы это восстание подавить. Все это началось после турецкого восстания. И до сих пор Западная Африка в той или иной степени – это зона нестабильности. И Мали, Буркина-Фасуи, Нигерия, север Нигерии. То есть зона Сахара, где огромное количество социальных бедствий, ввиду того, что Сахара постоянно наступает на эти территории. А кроме того, был такой момент, когда исламские экстремисты взяли город Тимурту. Это древняя столица империи Мали, одного из серьезнейших исламских государств Средневековья, на территории зоны Сахара. Значит, Тимбукту – древний город. В Тимбукту очень много международных центров связано с изучением культурного наследия. В том числе в Тимбукту хранятся в основном по домам у людей огромное количество манускринтов средневековых рукописей. И вот одно из самых серьезных примеров вандализма – это массовое уничтожение этих рукописей, которые просто, на самом деле, изымались и уничтожались, сжигались прямо на площадь автинку. Вплоть до того, что по некоторым данным чуть не половина всех этих рукописей было уничтожено, за очень короткий период. И после этого, в первую очередь, на южно-африканский день, был создан международный центр, в который решено было попытаться собрать на территории Тимбукту, собрать эти рукописи, которые будут храниться в нормальном состоянии. Это будет выглядеть как нормальный архив. Вот такой пример, который очень много возникло. Также в 2014 году происходит еще одно очень важное событие, и самая большая история – эпидемия лихорадки Эбола в странах Западной Африки, то есть тоже там же. Значит, существует точка зрения, что зря боялись эпидемии Эбола, потому что она напрямую связана чаще всего с антисанитарией. То есть человек, во-первых, здоровый, во-вторых, сытый, в-третьих, следящий за своей гигиеной, заболевает лихорадкой Эбола с вероятностью очень небольшой и недостаточной для того, чтобы эпидемия развивалась. Но надо иметь в виду, что большая часть населения этих районов Африки является нездоровой, не сытой и не соблюдает в должной степени средства гигиены, в первую очередь из-за того, что большая часть населения этих регионов имеет проблему с чистой лиховой водой. Значит, кроме того, на территории Северной Лироны и Либерии перед этим многие десятилетия длились страшнейшие гражданские боли. И поэтому на территории трех стран – Гвиней, Северной Либерии было более 6-ти, по-моему, почти 7 тысяч жертв вот этой лихорадки за очень короткий период. И вот темпы роста заболеваемости были настолько большие, что именно поэтому президент Обама сказал, что в 2014 году главная проблема мира была лихорадка Эбола, и только потом международный терроризм, экономический кризис. То есть именно это вызвало очень большое возмущение многих аналитиков. Но тем не менее во многом это действительно было правдой. Если бы не Всемирная Организация Здравоохранения и Врачей безграниц, которые там развернули сотни тысяч пунктов и смогли эпидемию действительно профессионально остановить, возможно бы она вышла из-под контроля и захватила все оставшиеся территории. А окружающая территория нужно иметь в виду, что это очень местонаселенная территория. Только население Нигерии достигает 200 миллионов человек. Так, значит, про Судан в прошлый раз было. Сейчас я частично уже сказал про это десятилетие, но напомню, что гражданская война на юге Судана продолжалась несколько десятилетий. И, в принципе, к концу предыдущего периода, который мы рассматривали, в 2015 году были заключены основные соглашения, связанные с независимостью Южного Судана. Референдум о независимости Южного Судана был проведен в 2011 году. И с этого момента Южный Судан – независимое государство. Значит, последнее независимое государство, которое появилось на Земле, по-моему, 193-е. Значит, это самая бедная страна в мире по показателям группы душного населения. И в нем сразу же начинает гражданская война между двумя политическими силами. Это ситуация прошлогодняя карта, где разные группировки контролируют те или иные территории Южного Судана. Кроме этого, на территории Северного Судана, где была проблема Дарфура, которая более-менее с помощью международного сообщества и прямого давления США на Судан и его арабских государств более-менее разрешилась, произошел военный перевал и тут свергнут многолетний президент Судана Паширь. Значит, при этом нужно иметь в виду, что Судан действительно очень тяжелая и нестабильная страна, где долгие годы было очень слабое государство с милитаристской пропагандой. И агломерация Хартума, столицы Судана, насчитывает почти 10 миллионов человек. Это гигантский город, находящийся посреди пустыни в месте слияния Белого и Голубого Нила, и город, в котором возможность возникновения в результате любых потрясений гуманитарной катастрофы, одна из самых важных в мире. Значит, при этом страна действительно последние десятилетия деградирует. Это эвакуация американских граждан из Южного Судана после начала их гражданской войны. А после того, как Южный Судан правослужил независимость, туда направилось невероятное количество международных благотворительных, гуманитарных, образовательных организаций. То есть они хотели помогать строить социальную инфраструктуру и образование в новой стране. Соответственно, большая часть после начала гражданской войны была эвакуирована. Главные гуманиты – это американцы и разные католические организации. Напомню, что Южный Судан – это страна не исламская, в отличие от Северного Судана, но страна, где больше половины населения принадлежат местным культам. То есть с точки зрения христианских комиссий – это одна из таких перспективных стран. Про нефтянули на два слова. Значит, это десятилетие – это период существенного падения цен на нефть. Когда мы будем говорить про сланцевую революцию, я подробнее еще коснусь и обязательно расскажу, как это повлияло, естественно, на развитие этого рынка в Соединенных Штатах. Однако при этом надо иметь в виду, что резкое падение цен на нефть сильно сказалось на сохранении тренда, на увеличение роли нефти в мировом энергетическом балансе. Вот это мировой энергетический баланс. Красная и верхняя черта – это нефть. Нефть до сих пор остается главным источником для мира. На втором месте – уголь. И если доля угля падает, то доля нефти и натурального газа по-прежнему растет. Также растет доля гидроэлектроэнергии. В основном за счет строительства гигантских гидроэлектростанций в Китае и Южной Америке атомная энергия остается на одном уровне, и резко растет возобновляемая электроэнергия, кроме гидроэлектростанций. Но про это мы в первую очередь поговорим о примере Соединенных Штатов, естественно, потому что они один из мировых лидеров. Так, все. По этому блоку вопросы есть? По вашему мнению, арабская весна была инициирована от разгара США или нет? Нет, в США, конечно же, нет. Скорее, на мой взгляд, США – виновник за рождение огромного количества исламских экстремистских организаций в странах Ближнего Востока. Да, потому что они поддерживали в противовес силам, которые финансировал, снабжен Советский Союз. Но сама по себе арабская весна, естественно, абсолютно стихийные события, вызванные внутренними причинами, в основном ростом неравенства населения, значит, издержками вовлечения этих стран в международное разделение труда, говоря такими терминами, и самое главное, значит, тем, что информационные технологии пришли. Возник другой уровень коммуникации между людьми и возможность самоорганизации. Вот именно поэтому, как я сказал, закрывали все средства коммуникации. Единственное, что нужно, конечно, иметь в виду, что многие страны потянулись вслед за теми, где это произошло в виде стихийных событий. То есть, например, события в Бахрейне явно не были вызваны там очень тяжелым уровнем жизненаселения. Но, тем не менее, раз во всем арабском мире это происходит, то в Бахрейне бунты вот эти вот были, они привели к смене правительства, и король отправил в отставку своего брата, который был, пример, министром, и все. То есть, в общем, правительство сменилось, хоть король и остался. По поводу беженцев. Вы сказали, были цифры, что принимали страны, там, Турция, Германия, беженцев. А почему-то, я, конечно, просто знала, Саудовская Аравия, Кувейд, Макарин, Казах, Никто не приняли. Вообще ни одного человека. Как вот они это объяснили, международным уровнем их не каждый пытались их заставить? Румыне их заставляли? Нет, у них было объяснение одно. Поэтому у них и так слишком высокая доля населения, которые не являются гражданами. У них гигантское доля населения. В Объединенных Арабских Эмиратах не граждане жили, это 90% населения. В Кувейте 70%, в Катаре тоже 70%. Ну, то есть, причем это даже не арабы, это пакистанцы, индийцы, перцы, ну и так далее, то есть, приезжие. Они именно этим, что они и так уже много мигрантов. Ну, а в Саудовской Аравии нет. В Саудовской Аравии 20% населения от 36 миллионов населения. То есть, у них 7 миллионов мигрантов, это больше, чем в России, если что. Это очень серьезно. А если бы Вы сейчас взяли составить такой своеобразный рейтинг по комфортабельности для российского пенсионера с минимальным объемом пенсии в ряду стран Куба, Китая, Вьетнам, какой бы из них был наиболее комфорт? Ой, это несравнимые страны, просто потому что Вьетнам, это от Китая и Пу, далеко внизу, это нищая страна до сих пор. Мы имеем стартовую позицию. Не могу сказать, очень сложный вопрос, вообще пенсионная система, тема отдельного разговора, давайте не сегодня. Спасибо. Да, и тут в связи с этим как раз спасибо, что напомнили по поводу Китая. В каком году прилили? Нет, рождаемость, они еле-еле сохранили в том же уровне, именно благодаря этому закону. Бросились, но просто в дезодородный возраст вступает с каждым годом все меньше людей, потому что сейчас начинают рожать те, которых родилось меньше предыдущих поколений. У них еще вообще мужчин больше, чем женщин, особенно в этих поколениях сильно, потому что там была вот эта выборка, то есть там мужчин в некоторых провинциях чуть не на 20% больше, чем женщин, это тоже очень серьезно. Потому что выбирали пол, а мужчина приобрели. Да, да, да. А, кстати, вы говорите, что скоро они придут к Христу, когда превысит... Где-то к 30-м году, скорее всего. Ну, будем смотреть, может что-то изменится. То есть у них будет сильно большая проблема пенсионная руководитель? У них, да, но они ее предвидят заранее. То есть, грубо говоря, они сделали сейчас то, что мы бы должны были сделать в конце 70-х годов. Вот, то есть они предвидят вот нашу текущую проблему, которую в прошлом году ее попытались решать таким дурацким способом наше правительство. Тем не менее, ее нужно было решать в конце 70-х. Мы бы тогда были как китайцы. С конца 70-х. С конца 70-х там все еще давно серьезно. Ну, а как с программы «Двое родителей и двое детей» мы никак не препятствовали рождаемости после следующего семья? Ну, такой программы не было. В Индии была программа «Двое детей», но она не работала, потому что Индия жутко коррумпированная страна. А? Да, то есть и в Индии это не помогло. Ну, и что вы порекомендуете Китаю сделать? Я Китаю еще не буду рекомендовать. Тогда нашему геополитическому сопернику подсказывать не будем. Я правда не знаю. У Китая очень серьезные проблемы впереди. Истощение ресурсов урбанизации, старение населения. Я думаю, что Китай, в принципе, строит на грани Великой депрессии. То есть сейчас Китай, по всем показателям, это примерно Соединенные Штаты середины 20-х годов. Но они, в отличие от любой другой страны мира, прямо видят эту проблему и предпринимают действия, которые, может быть, притормозят темпы роста экономики, что сейчас и происходит, но смягчат возможный будущий кризис. Мне так кажется, но... Значит, причина вот в этом в том, что был один ребенок, который принесли? И это в том числе. И то, что у них закончился ресурс урбанизации, что в деревне больше не осталось дешевого труда, которые едут в города работать за еду. Наверное, мы и вторую часть уже не успеваем. Будем тогда заканчивать. Интересно, поэтому мы куда-нибудь это присобачим. Значит, там про бункин 11-12 годов, глибировки в основном и так далее. Так, все. Спасибо всем. Радио-радио.